Петропавловский вынесли приговор трём полицейским за убийство 24-летнего парня. Трагедия в селе Соколовка произошла ровно год назад. Евгения Копу сначала избили, а потом утопили в реке. В качестве стражи порядка убийцы ещё месяц продолжали участвовать в поисках пропавшего. Следствию помогли местные жители, которые были свидетелями сельской драмы. Ольга Витукевич расскажет подробнее. Приговор сегодня выносили здесь, в Межрайонном специализированном суде по уголовным делам. Но с самого начала подсудимые воспользовались гражданским кодексом и своим правом на изображение. То есть судья запретил снимать и подсудимых, и их родных. Собственно, за похищение и убийство судили только одного человека, действия других квалифицировали как укрывательство преступления. С самого начала Троица утверждала, что парень сам прыгнул в реку и утонул. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания Умбетова окончательно назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима. Окончательность Ереба и Алдамаса назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Из родных погибшего в суд пришли сразу два отца Евгения Копы, родной и крёстные. Остальные стороны, сторона бывших полицейской, приговором они недовольны. Одной женщине становится плохо. Выключите, выключите, выключите. Выключите. Не украли я тебя, не увижу больше. Близкие убитого говорят, что в денежной компенсации в пользу прабабушки Евгения отказали. Предложили судиться уже в гражданском порядке. Бабушка была на попечении у внука. Внука убили, и получается, что она осталась без денег. Бабушке надо помогать, дрова рубить, воду таскать. Все надо делать. А кто ей будет делать? Внука нет. Евгений Копа, по версии следствия, подрался в присутствии двух полицейских с третьим Тимуром Умбетовым. Точнее, тот его побил прямо у магазина в центре села. Парень в ответ пригрозил судом. Участковый, оперуполномоченный и инспектор, согласно материалам следствия, испугались ответственности и затолкали мужчину в багажник. Отвезли к реке. Стали наносить ногами удары Копа по различным частям тела, препятствуя последнему забраться на мост. Копа, находясь в состоянии алкогольного обвинения и будучи изможденным попытками забраться на мост, активное сопротивление ветвы Серебряна Адамласова оказать не смог. В сумме всем подсудимым дали 31 год тюрьмы. Самому главному 15 максимальный срок приговор. Они будут обжаловать. Сегодня родные бывших полицейских говорили о том, что такое наказание даже за убийство, это слишком жестоко. Ольга Ритукевич, Дмитрий Ройс, 7 канал, Петропавловск.